МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Талдыкургане состоялось очередное заседание постоянной комиссии Маслихата области ЖЭЦУ, в ходе которого с докладами выступили специалисты в области сельского хозяйства, земельных отношений, вертилинарии и экологии. В рамках встречи народных избранников обсуждались вопросы реализации республиканской программы Аула Маната, а также льгот, предоставляемых аграриям региона. Депутаты затронули темы, связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции, предложили меры по обеспечению фермеров качественным топливом, а также подняли вопросы финансирования ряда агропроектов. Наряду с этим участники встречи обсудили и своевременность выдачи лизинговых средств для приобретения сельхозтехники. Рассматривались вопросы финансирования сельского хозяйства, также были подняты вопросы по программе Аула Маната. Недостаток финансирования в целом очевиден в нашем сельском хозяйстве. И на сегодняшний день будут отправлены протоколы, проделаны выделения дополнительных средств, также присутствовали представители бюджетной комиссии. В Талдокургане к зимним снегоуборочным работам будет привлечено около 120 единиц спецтехники. В этом деле планируется задействовать более 200 сотрудников. Сегодня Аким города Талдокурган Ернат Базиль ознакомился с мерами по подготовке коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Подробности в следующем материале. В областном центре насчитывается 644 улицы общей протяжённостью около 700 километров. За чистоту этих дорог отвечают четыре коммунальных учреждения. Самая крупная из них – Талдокурган Куркейту, в обязанности которого входит обеспечение порядка и чистоты в центральной, северной и южной частях города. Для укрепления технической базы данной организации из казны выделено 400 миллионов тенге. В этом году к нам ещё придут трактора три в одном и в общей количестве 53 единицы у нас на зиму. Техника готова. По песко-соляной смеси, отсев песок, также мы заготовили более 2000 тонн песко-соляной смеси. В зиме готовы, ждём снега. Горючие смазочные материалы все закуплены. Шансовые инструменты также всё заготовлено. Всего в уборке улиц задействовано более 200 рабочих. Специалисты готовы приложить максимум усилий, чтобы не допустить пробок из-за гололёда. Наряду с этим для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах заготовлено 5360 тонн песка и 1650 тонн соли. Есть ещё одно предприятие – Казавтожол. Помимо уборки городских улиц, сотрудники организации также занимаются расчисткой объездных дорог. Сегодня мы полностью ознакомились с их подготовкой к зимнему сезону и можем с уверенностью сказать, что они готовы на все 100%. Раньше на уборку снега с дорог после снегопада уходило около трёх часов, а теперь на эти работы будет уходить в два раза меньше времени. Зимнее содержание автомобильных дорог – это не просто уборка снега и ледовых образований с покрытия дороги, а целый комплекс работ, включающий в себя как предварительную подготовку к холодному времени года, так и оперативное реагирование на изменения погодных условий. И даже в сильный снегопад снегоуборочная техника будет работать в круглосуточном режиме. Елеман Турсынканов, Ернур Медед, Габит Кабдрахман, телерадио компания «Житысу». В области «Житсу» объём розничных налоговых отчислений увеличился на 4%. Об этом сообщил руководитель отдела Департамента государственных доходов Ринат Жамаубаев на пресс-конференции. Он также разъяснил журналистам порядок применения специального налогового режима. На данный момент существует 364 вида деятельности, для которых разрешено использование розничного налогового режима, включая строительную, ремонтную, транспортную, сельскохозяйственную и промышленную отрасли. Налогоплательщики обязаны сдавать отчётные за каждый квартал. Перейти на розничный налог можно при переходе на общенациональный налоговый режим или иной специальный. Для подачи заявления необходимо обратиться в налоговый орган. Это можно сделать как в бумажной форме, так и через портал «Егов.КЗ». Специальный налоговый режим розничного налога предусмотрен для налогоплательщиков, которые осуществляют определённые виды деятельности, закреплённые правительством. В этот период входит 364 вида деятельности. В случае, если вы соблюдаете все условия применения данного режима, вы можете подать заявление через налоговый кабинет и с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, сменить режим на специальный налоговый режим розничного налога. Шанс на счастье. Государственная программа «Ансаган Сяби» дарит женщинам возможность испытать радость материнства. Благодаря экстракорпоральному оплодотворению с 2021 года в Казахстане появилось на свет более 3000 малышей, в том числе в области ЖИЦУ родилось 264 ребёнка. Программа по проведению ЭКО в нашей стране по инициативе президента реализуется с 2020 года. При этом количество квот на проведение процедуры ежегодно растёт и уже увеличилось до 7 тысяч. Таким образом, тысячи семей в республике получат шанс испытать счастье материнства и отцовства. Только в области ЖИЦУ в текущем году выделено более 200 квот на проведение экстракорпорального оплодотворения. Стоит отметить, что участвовать в программе могут как бездетные семейные пары, так и отдельные лица. Кроме того, с каждым годом возраст для проведения ЭКО увеличивается и теперь пройти процедуру смогут женщины до 42 лет. Цель данной программы – это содействие решению семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В области ЖИЦУ в этом году выделено 217 квот, на данный момент уже освоено 169. У 40 женщин наступила долгожданная беременность. Сейчас в регионе создана и работает комиссия, которая занимается подготовкой женщин к экстракорпоральному оплодотворению, то есть они на уровне своих поликлиник и прикреплению полностью проходят обследование. У них имеются протоколы и благодаря этому они получают квоту за счёт государства. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства в области ЖИЦУ в период с 2021 по 2025 годы государством выделен грант на сумму 590 миллионов тенге. На сегодняшний день одобрено 124 проекта, направленных на поддержку и развитие местного бизнеса. Большинство реализуемых инициатив ориентированы на создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение качества жизни населения, а также на привлечение инвестиций. Подробнее об одном из данных проектов расскажет наш корреспондент. В 2022 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Лаура Даркенбаева получила государственный грант в размере 5 миллионов тенге. Эти средства были использованы для открытия частного психолого-педагогического коррекционного кабинета под названием «Балажан». На сегодняшний день проект успешно реализуется, а в новом центре сейчас трудятся около 15 высококвалифицированных специалистов. Основной целью «Балажан» является оказание комплексной и эффективной помощи детям с особыми потребностями, а также поддержка их семей. Наша главная задача – подготовить ребенка к самостоятельной жизни и изменить его актуальной, эмоциональной, интеллектуальной, речевой статус. Подготовить его к следующему этапу, где он обязательно должен быть успешным, самостоятельным. Одной из ключевых особенностей центра является комплексный подход к лечению и развитию несовершеннолетних. Кроме того, учреждение предоставляет возможность обращения к высококвалифицированным специалистам, таким как психолог, логопед, дефектолог, инструктор по физической культуре и социальный педагог. Это позволяет эффективно работать с детьми, имеющими различные потребности и особенностями развития. Центр оснащен современной материально-технической базой, что обеспечивает всестороннее изучение состояния ребенка и позволяет оказывать комплексную помощь маленьким пациентам. В наш центр приходят дети с разными уровнями инвалидности и различным социальным происхождением. Мы открыты для всех, кто нуждается в поддержке и стремимся создать инклюзивную атмосферу, где каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Цель моей работы как специалиста заключается в формировании и развитии познавательных способностей и мышления ребенка. На сегодняшний день в центре регулярно проходят занятия около 70 юных пациентов. Своевременная и квалифицированная помощь специалистов оказывает значительное влияние на развитие детей с особыми потребностями, помогая им достигать положительных результатов. Мы посещаем этот центр уже месяц и за это время успели заметить значительные положительные результаты от работы специалистов. Программы, проводимые здесь, действительно дают свои плоды и мы чувствуем, что развитие и улучшение заметны с каждым занятием. Особенно хочется отметить, что недавно была введена музыкальная терапия, которая стала отличным дополнением к основным методикам. Мы очень довольны подходом специалистов и всем процессом. В прошлом году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства в области ЖИТУСУ было выделено 89 миллионов тенге. На сегодняшний день в регионе реализовано 18 успешных инициатив, что способствует развитию местной экономики и улучшению социальной инфраструктуры. В этом году из бюджета на государственные гранты для предпринимателей будет выделено 170 миллионов тенге, тогда как конкурс на получение субсидий продлится до конца ноября текущего года. Музыка сближает. При центре активного долголетия ДОСТАР города Талкурган действует вокально-танцевальный ансамбль «Алтенжаз». На протяжении нескольких лет этот творческий коллектив радует жителей областного центра своими выступлениями. Впрочем, эти активные бабушки и дедушки не только поют и танцуют, но и сохраняют культуру и традиции многонационального народа нашей страны. В гостях у талантливых представителей старшего поколения побывала наша съемочная группа. Творческий коллектив «Алтенжаз» с большим удовольствием исполняет песни из своего репертуара. А в коллекции ансамбля немало любимых многими музыкальных композиций на разных языках. Ведь главная отличительная особенность этого удивительного коллектива его многонациональность. Я, например, очень счастлива, что наши русские, немки, белорусские, полячки, они поют на татарском языке. Мы настолько счастливы и становимся, что мы выучили и казахские песни, и татарские песни. Впереди у нас корейские песни, польскую песню. Мы рады, что все национальности у нас живут в Казахстане одной дружной большой семьей. Ансамбль «Алтынжаз» при центре активного долголетия «Достар» радует зрителей не только исполнением песен, но и танцев. И здесь также приоритет отдается национальным композициям, ставит которые известный в регионе хореограф, эксперт по работе с творческими коллективами Алена Карпова. Одна из последних постановок – национальный казахский танец, с которым коллектив выступал на областном конкурсе и завоевал первое место. Ки-из-басу – это, наверное, танец, который танцуют взрослые женщины и опашки, бабушки. Мы взяли его за основу и на основе этого танца музыку ки-из-басу взяли. Мы поставили такой танец, как мы от начала катания, валяния шерсти и до изготовления курпе все это мы постарались показать. Центр активного долголетия «Достар» в городе Талдукурган был открыт в 2019 году. Сегодня его посещают около 80 человек в возрасте от 62 до 89 лет. Для полноценного, полезного и активного досуга представителей старшего поколения в предцентре ведется работа по девяти направлениям. Это скандинавская ходьба, йога, фитнес, нейрография, трудотерапия, танцы, хор, экологический туризм, в рамках которого члены центра посещают значимые места области, а также курсы английского языка. К слову, его здесь учат по совершенно отличительной методике с помощью песен. Центр активно сотрудничает со многими организациями города, особенно с Ассамблеей народа Казахстана, поскольку в его составе немало старейшин этнокультурных объединений. Именно по этой причине здесь отмечают не только государственные праздники, но также национальные торжества. Сабантуй, Китайский и Корейский Новый год. Коллектив центра с большим удовольствием принимает участие в городских и областных мероприятиях, показывая тем самым пример молодому поколению. Нам еще хочется, чтобы то, что у нас вложено, передать молодому поколению. Чтобы молодежь, смотря на нас, она тоже заражалась теми же идеями. Учились бы патриотизму, учились бы любви к своему городу, к своей родине. И перенимали даже вот те традиции и обычаи. Именно вот это, хотим, чтобы молодежь это впитала, чтобы она гордилась, чтобы она знала свои корни, а особенно знала свою историю. Впереди у коллектива центра еще немало планов, в том числе участие в новогодних праздниках и, конечно же, мероприятиях, посвященных значимым датам будущего года, 30-летию Ассамблеи и 80-летию Великой Победы. Мы глубины, мы щекаем, мы просто активно живем! Надежда Белова, Женис Абдрешев, телерадиокомпания ЖТСУ. Пять дней потребовалось неизвестным злоумышленникам, чтобы уничтожить запасы сена у восьми жителей села Бастюбе Коротальского района. В настоящее время сотрудниками местных правоохранительных органов проводится расследование. Тем временем жители, потерявшие корм для скота на зиму, выражают обеспокоенность и задаются вопросом, кто возместит им причиненные убытки. Наша съемочная группа попыталась разобраться в этой ситуации. Первый случай поджога сена в сарае одного из домов села Бастюбе был зафиксирован 27 октября. В ту ночь без запасов корма для животных осталась зубида черебеова. Сосед неподалеку живет, увидел огонь и сразу вызвал нас. Тут пожарка, все соседи собрались. Мы быстренько давай откидывать, давай спасать сено. Вот что успели спасти, успели, а зима на носу. И вот что сгорело. Однако этот случай не стал единичным. И спустя всего три дня в сарае Артура Тена было уничтожено 650 тюков сена. Молодой человек планировал заняться бизнесом под корм скота и собирал корм для животных. Второй пожар вот в эту субботу был. Здесь было, получается, 650 тюков сена. Это первый укос наш был, получается. Сеновал, все вот это было, все новое. Зимник был чистый, на зиму готовили. То есть у вас два пожара было? Два пожара было. Вот 30-го, получается, полдвенадцатого. Ночью. И, получается, в субботу, полдевятого утра. Почувствовавшие свою безнаказанность, злоумышленники начали действовать днём. Так, 4 ноября ещё одним потерпевшим стал Ербол Етикбай. Эти кадры были сделаны прямо в момент пожара. Примечательно, что пламя возникло на самой верхней части служенного сена. Это дом моего сына Ербола Етикбаева. Летом он собрал 850 тюков сена, так как у него есть 7-8 животных, которые собираются телиться. Сын хотел заняться откормом скота. Но теперь всё собранное сено загорело. Что нам теперь делать? Как кормить скот? Я на пенсии. У сына нет работы. А работает только невестка. Жители уверены, что все эти пожары умышленный поджог. Своё мнение они подкрепляют доводами. А именно, найденные самодельной бутылкой её неизвестные закинули во двор Аймухамбета Кужикова с умыслом устроить пожар. Внутри пластиковой тары находилась тряпка, пропитанная веществом с характерным запахом горючего. Мой сын обнаружил эту бутылку, когда хотел отвезти лошадей на водопой. Она была привязана к верёвке. Видимо, её собрались подкинуть, но не успели дойти до моего сарая. Мы передали бутылку в полицию и сейчас её исследуют. Информация о случаях преднамеренного поджога подтверждается и местным управлением по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время районный отдел полиции проводит расследование по данному инциденту, чтобы установить все обстоятельства происшествия и выявить виновных. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование. Кроме того, сотрудниками отдела полиции сформирована рабочая группа, которая совместно с местными волонтёрами проводит рейдовые мероприятия для выявления участников преступления. В общей сложности огнём уничтожено более полутора тысяч тюков сена в восьми домах сельчан. На сегодняшний день стоимость одного тюка на рынке варьируется от 700 до 800 тенге. Жители села, столкнувшиеся с потерей значительного количества кормов для скота, особенно в преддверии зимы, выражают беспокойство и не знают, как компенсировать понесённые убытки. В ответ на ситуацию в ауле уже несколько дней круглосуточно несут службу 10 полицейских и группа волонтёров, которые обеспечивают безопасность сельчан и проводят мониторинг, чтобы предотвратить возможные поджоги. На поэтической волне в Талдыкургане завершился республиканский фестиваль под названием «Пушкинское лето. Абай и Пушкин два светила в Содружестве народов и культур». Для участия в конкурсе было подано более ста заявок. В результате в двухдневном творческом состязании соревновались около 50 школьников, которые представляли пять команд из разных уголков Казахстана, Алматы, Атрау, Талгарского района и города Талдыкурган. По итогам фестиваля были определены победители по пяти номинациям. Визитка команды, души прекрасные порывы, конкурс театральных постановок, лучшие чтецы прозаических, а также поэтических произведений Пушкина и Абая. Таким образом, без награды не остался никто. Стоит отметить, что в течение двух дней фестиваля для школьников была расписана насыщенная программа. В рамках нашего фестиваля наши участники из других городов смогли проехать на обзорные экскурсии по нашему городу. Пешую прогулку мы им организовали. Они побывали в музее Танышпаева. Мы организовали им фотосессию с профессиональными фотографами, где они смогли выразить себя творчески в своих классических таких костюмах исторических. Поэтому дети такого не ожидали. Они безумно рады. Мы даже не представляли, какой красивый у нас город Талдыкурган. В Австралии наблюдается тревожная тенденция. Опросы и исследования показывают, что количество людей, употребляющих наркотики, стало превышать число любителей алкогольных напитков. В одном из шотландских зоопарков произошло долгожданное событие. На свет появился карликовый бегемот, вид находящихся под угрозой исчезновения. Подробнее о зарубежных новостях расскажет наш корреспондент. По данным местного австралийского издания, недавние исследования показали, что каннабис остается самым популярным нелегальным наркотиком в стране. Интересно, что его потребление в сельских и удаленных районах в два раза выше, чем в городах. В то же время показатели потребления кокаина и алкоголя снизились по сравнению с прошлым годом. А вот уровень потребления кетамина достиг рекорда. Эти данные были получены в рамках исследования, проведенного комиссией по уголовной разведке Австралии, которая опубликовала отчет о мониторинге наркотиков в сточных водах. Согласно результатам исследования, которое охватывает примерно половину населения страны, в крупных городах и сельских регионах наблюдается использование 12 различных видов наркотиков. Интересно, что алкоголь и никотин по-прежнему остаются наиболее распространенными веществами в регионах, хотя их потребление сократилось, особенно в городах. Согласно последним данным, за июнь уровень потребления спиртного в столицах достиг рекордно низких показателей. В Одинбургском зоопарке радостное событие. На свет появился детеныш карликового бегемота, вида, находящегося под угрозой исчезновения. Это событие вызвало волну восторга и надежды среди защитников природы, поскольку популяция этих редких животных в дикой природе стремительно сокращается. Согласно данным Международного союза охраны природы, в естественных условиях на сегодня насчитывается всего 2500 особей. Их родными землями являются болота и леса Западной Африки, особенно Либерии. Малышка, которая родилась 30 октября, является дочерью пары карликовых бегемотов Отто и Глории. Они воспитывают другого детеныша, Амару, которая была рождена в 2021 году. Но в прошлом году была переведена в лондонский зоопарк в рамках европейской программы разведения исчезающих видов. Новый детеныш также будет частью этой программы, направленной на сохранение и восстановление популяции карликовых бегемотов в зоопарках по всей Европе. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Молодежная сборная Казахстана по боксу достигла выдающегося успеха на чемпионате мира, который прошел в Будве, Черногория. Наши спортсмены завоевали 6 золотых медалей и заняли первое место в командном зачете. О триумфальных победах и встрече чемпионов в аэропорту Алматы в репортаже нашего корреспондента. Сегодня утром в аэропорту Алматы царила праздничная атмосфера. Молодые казахстанские мастера кожаные перчатки вдохновили всю страну, подтвердив высокий уровень отечественной школы бокса. Казахстанская сборная обошла сильные команды из России и Узбекистана, завоевав первое место в общем зачете. Чемпионат мира был напряженным. Сильные команды Узбекистан, Китай, Россия боролись за лидерство. Наши тренеры проделали великолепную работу и казахстанские спортсмены вырвали первое место. Одну из шести золотых медалей для области Житсу принесла Аружан Зейналаева, став чемпионкой весовой категории до 81 килограмма и оправдав надежды земляков. Ещё одну золотую медаль завоевала Ельнор Турганова из Ембекши-Казахского района Алматинской области, представлявшая Алматы весовой категории до 50 килограмм. Я бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года, финалистка чемпионата мира 2023 года и двукратная чемпионка Казахстана. Моя цель – Олимпиада Я живу в селе Курам Ембекши-Казахского района. Турнир прошёл отлично. Я провела четыре сложных боя и одержала победу. В будущем моя цель – Олимпиада. Большие надежды болельщики возлагали и на Толганэ Касымхан. В прошлом году она завоевала золото на молодёжном чемпионате мира. Однако в этот раз удача была переменчивой к ней. И спортсменка из Наранхола вернулась с бронзовой медалью. На молодёжном чемпионате я завоевала золото. Я надеялась на первое место. К сожалению, в этот раз я взяла лишь бронзу. Уверена, что в будущем снова стану чемпионкой и смогу переписать свою историю. Напомним, что на чемпионате в Будве казахстанские боксёры завоевали шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых медалей. Всего 17 наград, обеспечив себе первое место в командном зачёте среди 73 стран. Эмиль Курбанов, Курманжан Хасмжанулла, телерадиокомпания ЖИЦУ, Алматинская область. На этом завершён очередной выпуск новостей. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова